Алексей Барановский, к нашему эфиру присоединяется адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции, легионы свободы России. Алексей, рада вас приветствовать в эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Алексей, так вот, хотелось бы сразу о стратегии действия, собственно, на вот этих вот, как их уже назвали, и справедливо путинских выборах, которые предполагаются в России, планируются в России. Ведь стратегия «голосуйте за кого угодно, кроме Путина» едва ли может сработать, ну, по крайней мере, не в этом случае уж точно. Есть ли некая другая стратегия, и как вообще россиянам, какие рекомендации, как действовать, по крайней мере, тем россиянам, которые Путина не поддерживают? Ну, вы знаете, самая лучшая стратегия сейчас, вот такая же, как была стратегия по военкоматам. Горящий военкомат – это твой политический акт, твое политическое действие. Я боюсь, что, вернее, не боюсь, а предсказываю, что, значит, избирательные участки в России ждет та же участь, что и военкоматы. Потому что, ну, в общем-то, практически для всех уже, ну, во всяком случае, политически, социально активных людей ясно, что никаких выборов в России нет. Как бы стратегия Навального, она, может быть, была актуальна там 10 лет назад, когда еще какое-то подобие выборов в России было. Сейчас никаких выборов нет уже совершенно очевидно. Значит, что остается? Либо полностью их игнорировать, либо, значит, проголосовать ночью. Только твой голос будет учтен не с помощью галочки и, значит, бюллетеня, а с помощью горящего коктейля молотого. Ну, вот такая избирательная кампания будет, на мой взгляд, очень жаркой и интересной в России в ближайшее время. Алексей, ну, я не могу не упомянуть эту тему. То есть, выборы России собирается проводить и на оккупированных территориях. Это четыре наших области. Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская. Ну, вот как бы вы посмотрели на эти выборы? Ну, вообще-то тогда уже шесть областей, потому что еще Крым и Севастополь. Совершенно верно. Совершенно справедливое замещание. Так, да вот скажите, с вашей точки зрения, чем отличаются выборы под дулом автомата от выборов в России? Ну, собственно, темы отличаются. Что в Запорожье это будут автоматчики туда сгонять людей. На основной территории Российской Федерации пока что, значит, избиратели не сгоняют под автоматы. Но то, что будет задействован административный ресурс, включая там и полицейские формирования, именно для того, чтобы изобразить какую-то, значит, явку и так далее. Потому что явка совершенно очевидно будет очень низкая по всей Российской Федерации. Поэтому каким-то образом они будут пытаться нагонять людей. Я уж не знаю, насколько это будет действительно полицейская операция, но попробуют они сначала загонять вот этих бюджетников, там, учителей тех самых несчастных, которые зависимы от дотации из бюджета, там, пенсионеров. Но если и этого будет не хватать, то тогда уже могут каким-то образом по-другому действительно выгонять, если не под автоматы, то уж с помощью, там, участковых, уполномоченных и так далее. Это вполне себе реально. Потому что иных путей изобразить народное голосование у них не будет просто. А еще вот, что хотим обсудить с вами, российские элиты оказывают давление на власть в Кремле, поэтому Путин в 2024 может сделать следующим президентом России своего преемника Алексея Дюмина, такое мнение выразил бывший глава службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк. И вот по его словам, на настроение среди российской элиты может повлиять успешное контрнаступление вооруженной силы Украины. Она пытается нормализовать отношения с Западом, и когда у нее появится понимание, что нужно ускорить процесс своих договоренностей по отбору кандидата, нынешний глава Кремля может потерять власть и, вероятно, попытается передать ее, ну, передать, безусловно, тому, кто ему удобен и практичен. Давайте услышим цитату и продолжим. Это типа холодная передача, как при Борисе Ельцине. Объявят преемника, который, скажем так, должен, прежде всего, ответить на самый главный вопрос. Что делать с войной? Самая простая кандидатура – это, безусловно, выходец из политического инкубатора Путина. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Это не только человек, который прошел все необходимые понимания российских элит, категории политического опыта, начиная от начальника личной охраны Путина до командующего силами специальных операций, но и который принимал непосредственное участие в захвате Крыма. Второй кандидат – это, безусловно, действующий премьер-министр РФ Михаил Нишустин. Валерий Кондратюк, глава службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах. У нас такое продолжительное преддверие вопроса, но все-таки озвучим некоторую справку, кто же такой этот Дюмин для наших зрителей. Итак, Алексей Дюмин с 2016 года занимает должность губернатора Тульской области. Он поддержал решение Путина о начале так называемой специальной военной операции и непосредственно участвовал в организации подготовки российских военных перед отправкой в Украину. С конца 2015-го по начало 2016-го Дюмин был заместителем министра обороны России, а до этого первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками России и заместителем начальника главного управления Генштаба вооруженных сил. Также командовал силами специальных операций России. По информации СМИ, на этом посту руководил вывозами из Украины Януковича, а также участвовал в захвате Крыма. Ну и знаете, такое продолжительное преддверие и короткий вопрос. Во-первых, изначально, насколько вы рассматриваете и предполагаете вот такое развитие событий, что, мол, не сам Путин, а его какой-то приспешник, которому действительно он сколько-нибудь доверяет? Ну, в голове Путина, конечно, может быть такой вариант, что он доверит свой трон какому-то такому же силовику, который действительно замаран по самое «не балуйся», что называется, и Крым, и спецоперации российские, и целого Януковича вывозил. Ну да, вполне себе подходящий подонок для путинского понимания. Поэтому, ну, другое дело, что позволит ли Украина, позволит ли российская вооруженная оппозиция в лице Легиона Свобода России реализоваться такому сценарию? Вот тут уже зависит все, что называется, все в наших руках. Это зависит и от доблести вооруженных сил Украины, которые должны вернуть Крым, ну и, соответственно, от профессионализма и отчаянности Легиона Свобода России, который должен будет идти в Москву, чтобы окончательно решить путинский и дюминский вопрос. Потому что если путинская система сохранится во главе не с Путиным, а с Дюмином, например, то с кем угодно, хоть с Медведевым, хоть с Мишустиным, это значит, что все равно все остаются в опасности. Россия может затаиться на какое-то время, но потом опять нападет. Этого нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы повторился сценарий с Чечнёй, потому что было две чеченских войны. Поэтому нельзя допустить вот этой пересменки, потому что, ну, понимаете, Дюмин – это, получается, молодой Путин, такой же агрессивный, такой же замаранный во всех военных преступлениях. Нет, этого нельзя допустить. Давайте вот, допустим, ситуацию, которую вот в эфире «Фридема» в своё время предположил политолог Аббас Галяма. Он сказал, что один из самых вероятных преемников российского диктатора является сын секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева Дмитрия, если я не ошибаюсь, министра сельского хозяйства. То есть это уже не преемник, а, возможно, в результате какого-то переворота, может быть. Сравните две эти ситуации. Путин выбирает себе преемника, или Путину преемника находят. Путину преемника находят. Как у нас со связью? Как у нас со связью? Я предлагаю пока всё-таки связь восстановить, для того, чтобы действительно услышать мнение гостя нашего эфира. Ну а пока хотим напомнить, что... Немного даже отойдём от темы, что пока на данный момент неподтверждённые информации, но, по крайней мере, об этом информирует агентство ТАСС. Есть такое мнение, что самолёт, который принадлежит Евгению Пригожину, разбился, и некоторые средства массовой информации России утверждают, что среди пассажиров этого самого самолёта был и Евгений Пригожин. Опять же, акцентирую внимание на том, что информация требует подтверждения и проверки, но вот на данный момент владеем такими данными. Сейчас у нас, вероятно, уже восстанавливается связь с экспертом. Можем ли мы подключить? Коллеги, прошу подсказать. Снова вас приветствуем. Алексей, вы слышали мой вопрос о преемнике Путина? Да, мы слушаем вас. Я, если честно, в какой-то момент вылетел, поэтому, если можно, кратко повторить. Патрушев сын того самого Николая Патрушина, секретаря Совбеза, один из возможных преемников, только это уже будет преемник не одобренный Путиным, а в результате какого-то генеральского переворота. Вот как с этой точки зрения на ситуацию вы смотрите? Вот элитные какие-то перевороты совершенно точно я не верю, потому что там нет таких людей, которые будут способны просто на что-то такое. Получить власть вот то, что назвали холодной передачей, когда Путин назначит, Дюмин мой преемник, это вполне реально для них. Злоумышлять против богом данного Владимира Путина нет, нет таких отчаянных, потому что там настолько выстроена система взаимной слежки и доносительства, что любой заговор, он просто мгновенно будет раскрыт желающими выслужиться перед Путиным. Поэтому нет, вот именно в элитный такой какой-то, или генеральский заговор я совершенно не верю. Вот в назначении, что Путин может разыграть этот сценарий, да, но не заговор, нет. А все-таки вот эти перестановки, которые сейчас происходят в оборонке в России, это ведь в любом случае так или иначе приурочено к выборам? Или все-таки это на данном этапе мы можем только притянуть к ситуации на фронте, в частности, к неудачам на фронте? Не, ну к выборам это совершенно точно не приурочено, потому что выборы никто всерьез не рассматривает, в том числе и в Кремле, в том числе и Путин. Это просто такая процедура для галочки, которая должна быть проведена, но она все прекрасно понимают, что реально ни на что не влияет. Поэтому, собственно, перестановки, ну чехарда эта кадровая, она постоянно продолжается и в силовых министерствах, и в каких-то государственных корпорациях. Это обычная путинская практика ротации тех, кто не справился, перемещение по вертикали там по какой-то, но, как правило, никто из обоймы не выпадает. Даже вот Евгений Приможин до последнего момента вроде как был в порядке, хотя вот сегодня мы знаем, что что-то, возможно, пошло не так. Ну ждем уже более точных подтверждений из Тверской области, было он там, не было в этом летательном средстве. Но, в общем, это в любом случае совершенно нетипичный для путинской кадровой политики персонаж Приможина. А вот те обычные серые клерки, включая там генералов, каких-то министров, они вполне себе способны перемещаться с разных позиций очень долгое время и не выпадать при этом из команды. Да, сейчас... Мы все-таки хотели вам в завершении нашего диалога задать этот вопрос, но вы, видимо, тоже не удержались и разделяем, да. Так вот, если уже говорить о военной тематике, единороссы в своей предвыборной агитации стараются уже избегать Z-тематики, Z-упоминания войны в Украине, она уже стала как бы токсичной. А чем собирается, не собирается, а я бы сказал, сейчас пытается привлечь умы избирателей? Все слова в кавычках. Я не уверен, что там кто-то пытается что-то всерьез привлечь или за что-то поагитировать. Скорее, это такой, знаете, дежурный спектакль, когда все актеры занимают свои места, бубнят свои роли, и как бы пьеса прошла, но никто не запомнил, что там было в содержательной части. Поэтому, ну, это такое театрализованное представление, в котором люди привыкли участвовать. И там в результате этих выборок, в кавычках, перераспределяются там какие-то депутатские кресла. Ну, то есть, чтобы всерьез там кто-то с кем-то боролся, за что-то агитировал, столкновение каких-то политических платформ, нет. Ну, это все не про российские выборы, не про российскую политическую систему. Это чисто такая показуха, которая для галочки. Тут нет смысла просто выискивать какие-то смысловые содержания этой компании. Это просто, ну, такая электоральная процедура. Это не выбор. Алексей, ну, и, безусловно, не можем с вами не поговорить о съезде в Варшаве, съезд народных депутатов. Это такой, как вы сказали, российский теневой парламент, да, который занимается разработкой законов новой России, постпутинской России. Очень любопытно, что также называется это Российская Республика, не Федерация, что Федерацию необходимо распустить, и будет Российская Республика. Ну, вот я хотела бы, чтобы сначала на этом моменте остановились, и потом я еще продолжу. Тут тоже есть очень много интересной информации об этом съезде. Ну, да, действительно, съезд народных депутатов уже провел три заседания в Варшаве с прошлого года работаем примерно каждые три месяца, то есть раз в квартал, и, да, вот в конституционных основах постпутинской России депутаты решили, что не только новый флаг должен быть у страны, вот, который у меня за спиной, без красной кровавой полосы, но и новое название, потому что Российская Федерация – это максимально токсичное название для страны, которая вот на той части, значит, карты находится, и в результате долгих обсуждений пришли к выводу, что наиболее оптимальным будет Российская Республика, потому что тут главное слово «республика» передает смысловое содержание, которое мы видим у будущей страны, что это действительно общее дело и власть народа, то есть это демократическое, парламентская страна. Вот такой видит Россию будущего съезд народных депутатов. И также там было такое мнение, что Путина можно свергнуть только силовым методом, едва ли, ну, мы так уже подытожим тему выборов, едва ли на самом деле можно хоть как-то рассчитывать, даже в каких-то розовых мечтах, на то, что Путина можно свергнуть на этих самых выборах и показать ему, что народ России не хочет его больше видеть у власти. И там также было сказано, что единственная надежда это на легион свободы России. То есть действительно видится единственный путь, то есть абсолютно никаких возможных других вариантов сценария на данном этапе развития ситуации, а я имею в виду войны, которую Россия развязала против Украины, да и то, что, в принципе, Кремль творит внутри самой России против своих же граждан. То есть это единственный шаг, и другого абсолютно сейчас не рассматривается. Абсолютно нет никаких других вариантов, кроме силового усвержения Путина. Иначе это действительно будет операция «Приемник», там будет «Дюмин», и война будет продолжаться еще непонятно какое количество лет. Поэтому, да, вот есть такая двухзвенка, когда съезд народных депутатов это как бы политическое крыло, а легион свободы России это вооруженное крыло. И единство этих двух крыльев российской оппозиции, в том числе через фигуру Цезаря, официального спикера легиона свободы России, который также входит и в руководящий орган съезда, в исполнительный совет. То есть взаимодействие между политическим крылом оппозиции, вот съездом народных депутатов, киевым парламентом, и вооруженным крылом, оно имеется. И, собственно, вот именно такая конфигурация, она может противопоставить что-то путинской диктатуре, потому что все остальные способы, ни митинги, ни выборы, ни какие-то другие варианты протеста, они просто не работают, и они неэффективны. Значит, придется действовать жестко, но, по крайней мере, это дает хоть какой-то шанс на изменения. В другом случае никаких вариантов просто нет. Будет вечный Путин, который станет Дюмином, но ничего не изменится. Но ведь это все было сказано до вот этой вот новости по поводу того, что Пригожин мог оказаться в том самолете. Пригожин пока единственный, кто попытался таким силовым методом, ну, я имею в виду, который вот так близко подошел, по крайней мере. Мы, конечно, сейчас несколько опускаем очень грубо, да, с какими целями он туда шел и чего он действительно хотел добиться. Но вместе с тем, Путин действительно четко показал, каким образом он, реагирует на такого рода перевороты. Опять же, если новость по поводу того, что Пригожин действительно мог быть в том самолете, который разбился, подтвердится. Каким-то образом эта новость может повлиять на видение ситуации или все-таки нет? На видение ситуации она повлиять, безусловно, никак не может. Но вот то, что если Пригожин выйдет из игры, это значит, что конкурентов, собственно, у Легиона Свободы России в борьбе за власть будет на одного меньше. А Пригожина мы неоднократно отмечали, я об этом говорил, что Пригожин, это, пожалуй, основной конкурент в борьбе за власть, потому что он просто так не выйдет из игры. Ну, если он, его вывели из игры, это значит, что это в любом случае хорошая новость, в том числе для стратегических, значит, наших позиций относительно борьбы за власть, когда Путин, собственно, начнет терять свой трон, начнет он его терять, как мы тоже говорили уже, когда Украину начнет освобождать Крым. Вот тогда, собственно, и нужно наносить решающий удар в ИСУ в Крыму, а Легион Свободы России в Москве. Если в этот момент Пригожина не будет, ну, что ж, тем лучше. Да, совершенно с вами согласен. Хорошая новость для Легиона Свобода России это хорошая новость и для Украины. Алексей, спасибо вам, что были участникам нашего эфира. Барановский Алексей, адвокат, советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России был в нашем эфире.